Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в России проводится уже в четвертый раз. В прошлом году его написали 392 тысячи человек в нашей стране и за рубежом. В Ленинском городском округе акция проходит в третий раз. В этом году желающих так много, что диктант написали одновременно на трех площадках – в Развилковской школе, школе номер 10 и в Видновском художественно-техническом лицее. В Развилки пришли проверить свою этнокультурную грамотность 60 человек. Из них 30 человек – гости, пришедшие, и 30 человек – это учителя и учащиеся нашей школы, которые изъявили желание поучаствовать в этом диктанте. Принять участие мог каждый желающий, независимо от возраста. Участникам выдавали личный регистрационный номер. По нему они смогут потом узнать свои результаты. Цель акции – оценить уровень знаний населения о народах, проживающих в России, и выявить общий уровень этнокультурной грамотности. В перечне вопросов был и региональный компонент. В наших бланках, к примеру, вопросы касались Московской области. Этнографический диктант больше напоминал тест. На 30 вопросов нужно было ответить за 45 минут. Некоторые справились заранее. Все участники отметили, что задания были не из легких. Над многими пришлось основательно поломать голову. Это было довольно-таки сложным. Некоторые вопросы были простыми, можно было догадаться по логике. Некоторые вопросы надо было просто знать. Самый сложный был, лично для меня, был 16 вопрос, где надо было сопоставить современные и старинные названия. Вот плоскорельефная резьба по дереву с растительным орнаментом, связанная с Подмосковьем. Я выбрала Варнавинскую, но я не уверена, что это верный ответ, поскольку я не очень хорошо знаю данный материал именно по этому вопросу. Ну а все остальные вопросы были весьма-таки, опять-таки, решаемы. Я решила посмотреть вариант прошлого года, и там было тоже 30 тестовых заданий. Когда я решала эти задания, мне показалось, что это достаточно легко, и там даже были правильные ответы, но сегодняшние задания не такие легкие были, но достаточно интересные. Там было много вопросов насчет государственной переписи населения, и это было сложно. Любопытно, что вопросы озадачили даже педагогов школы. Пару вопросов я, скажем так, путем логических каких-то домышлений я дошла до них. Но ответ еще не знаю, поэтому не могу сказать, правильно или неправильно. Но ответы сложные. Дети сейчас выходят, говорят, сложные, достаточно серьезные, требующие размышления. Для меня оказалось сложным вопросом. 10-й и 17-й пришлось писать наугад. Ну сейчас пойду, обязательно залезу в литературу, найду, узнаю и буду знать. Уже сегодня все работы будут проверены. Правильные ответы вывесят на сайте акции 10 ноября, а список победителей будет размещен там же до 12 декабря. После подведения итогов все желающие смогут получить именные сертификаты с указанием набранного количества баллов.